Ужин я иду такая вся, а мне не нужен, я иду такая вся, вдоль Чигабана, я иду такая вся, на сердце. Хей-хей-хей, всем-всем привет от Кэт из городка Вискус, которая находится между Нью-Йорком и Филадельфией. Сегодня посылаю вам всем моим дорогим солнечных зайчиков, солнечных лучиков, солнечного тепла. У нас сегодня февраль, до сих пор февраль, но такой день, о боже, 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 как всегда, шепчет, беги-беги, дома не сиди, меня смерть дома не застанет. Вот она я, я уже в пути, я уже в дороге, буквально 5 минут свободного времени перед всеми моими приятными активитисами. И активитисами, поняла, да, как я говорю, ой, это же кошмар, да, это ужас, это хуже некогда, когда смешиваешь английский с русским, и это все ужасно, ужасно. Я извиняюсь, прошу прощения, о, вэл, факт остается фактом. Сегодня что хочу вам сказать, очень многие меня спрашивают, что случилось с моей любимой, дорогой соседкой Кимкой. Кто давным-давно со мною, кто смотрел мои видео с предыдущих лет, знает, что очень часто в нашем эфире присутствовала Кимка, замечательная моя соседка. А последнее время она просто пропала, просто пропала. И я получаю постоянно, постоянно вопросы от разных совершенно людей, которые живут в разных странах, в разных городах. Все интересуются, все спрашивают, где Кимка, что с ней случилось, как она живет. Но что вам могу сказать? Ой, даже не знаю, как бы это сказать. Кимка жива-здорова, это самое главное. Она моя соседка, мы просто вообще, у нас дома на противоположных сторонах друг от друга, и я с окна вижу ее дома, она видит мой. Но обычно у нас вот такой, знаете, график, когда весна-лето, жизнь кипятится-пузырится, на улице тепло, мы чаще общались. Зимою здесь в Америке все, как просто белые медведи, впадают в зимнюю спячку. Дом-работа, работа-дом. Люди вообще никуда не выходят, ничего не делают, мне кажется, не общаются. Но это не про меня, это не про меня. Я всегда, везде и очень даже активно, оперативно. А вот большинство американцев вот такие вот. И вы знаете, зимой у нас обычно как-то общение сходило на нет. И так как Кимку я уже знаю очень-очень много лет, а конкретно вы знаете, сколько я ее знаю? Я ее знаю в 18 лет, вы представляете, вот сейчас я только задумалась, в 18 лет я ее знаю. Боже, это же пол жизни, пол жизни я ее знаю, боже. Ну вот, и что я вам хочу сказать. Вы знаете, Кимка всегда была склонна к таким, вы знаете, депрессивным состояниям. Особенно зимою, после зимы. И знаете почему? Потому что она всегда переживала из-за своего веса. И, к сожалению, вы знаете, вот за этот 18-летний период, что я ее знаю, конечно, я наблюдаю такую картину, что она набирает с каждым годом, я могу сказать, как бы побольше и побольше, и это не уходит у нее. И это вызывает у нее очень, вы знаете, такие смешанные чувства. И каждый раз я замечала предыдущие годы, когда мы начинаем общаться весной и после зимы, она мне постоянно говорит, боже, зима прошла, все толстеют, все жиреют, а ты просто худеешь и худеешь. И потом, вы знаете, я начала замечать, что своим присутствием рядом с ней я у нее вызываю какое-то чувство, мне кажется, неполноценности. Я, по-моему, уже где-то рассказывала, если нет, может быть, кто-то не слышал, расскажу еще. Был у нас такой период очень активного общения, потом у нас еще появилась еще одна соседка, она у меня присутствовала тоже где-то в видео. Она переехала в наш район, Кимка с ней познакомилась, потому что Кимка настолько общительная. Она, знаете, ее за глазами, между прочим, называют Local BBC, местные новости, потому что она знает всех, она знает все про всех, что творится, что происходит, кто продает дом там, кто въезжает из новых соседей, в общем, все подробности. А я, вы знаете, я последняя, я всегда последняя узнаю вообще, что происходит и в соседстве, и в мире, наверное. Я никогда не слежу за чужими событиями, мне бы со своими разобраться, поверьте мне. И вот, вы знаете, как-то мы начали общаться втроем, то есть я и вот Кимка, и еще одна американка. А та американка такого же, знаете, физического склада, как и Кимка. И пару раз мы договаривались сходить то на завтрак, то на ланч, то на обед. Вы знаете, а завтраки для меня это просто убийство, я не ем завтраки. У меня нету утром аппетита, вы знаете, я просыпаюсь, я начинаю что-то делать, вы знаете, и только через час я могу себя заставить выпить чашку чая с какой-нибудь, может быть, печенюшкой. И то, знаете, для чего я делаю? Для того, чтобы успокоить свой громкий, громогласный желудочек. Потому что если я не позавтракаю, у меня просто начинается, вы знаете, такое звукоизлияние в желудке, он просто кричит, покорми меня, покорми меня. Поэтому я должна его успокоить с отрицаемой. Или иногда еще, знаете, очень немножечко, абсолютно чуть-чуть делаю себе кашу какую-нибудь. Скорее всего, это, знаете, отмил, отруби, да, с отрубями. Вот, и когда, вы знаете, я стала ходить с ними на завтрак, а как американцы здесь едят завтраки, вы знаете, если кто не знает, приходишь, дайнеры тут всякие есть, знаете, рестораны, такие вообще завтраки предоставляют вам, что мама миа, для меня это просто на целую армию хватит. Вот такая вот тарелка, вот я не преувеличиваю, такая вот тарелка. Там какие-нибудь жареные сосиски, жареный бекон, жареные яйца и картошка. И вот, вот на таком вот блюде. И вот так вот это все с горой. И перед тобой, ба-бам! И тебе приятного завтрака. Вы знаете, я вообще просто была в шоке. Вы знаете, я, конечно, ради компании поддерживала и заказывала практически то же, что и они заказывают. Потом я сидела, немножечко это все клевало, но я никогда не доедала. Я даже половины не съедала. А у них, поверьте, нет, 5-10 минут максимум тарелка пустая, просто пустая. Это случилось раз, это случилось два. На третий раз я чувствую, они какие-то кидают такие, знаете, косые взгляды на меня. И потом у них были такие комментарии. А что это ты постоянно на диете сидишь, да? Ничего себе позволить не можешь, расслабиться не можешь, покушать как следует. Я говорю, девочки дорогие, я никогда на диете не сидела, не сижу и не буду сидеть. Я просто не могу. Во-первых, есть такую еду, жирную, жареную с утра, о боже. Во-вторых, в таких количествах. Вы знаете, я вообще сама маленькая, миниатюрненькая и худенькая. И желудочек у меня такой же маленький, усохшийся и такой аккуратненький. Но это уже медициной доказано, правильно? Наш желудок имеет, как сказать, свойство растягиваться или наоборот сужаться в зависимости от количества поступаемой еды. И, конечно, если ты ешь вот такие вот порции, он у тебя и растягивается до такого размера. А потом, когда он уже растянут до таких вот беспредельных просто размеров, он требует еды. Ему нужно насыщение, нужно, чтобы его наполнить и набить. Он не может просто находиться вот в таком растянутом состоянии. Он постоянно посылает в мозг ощущение и требования еды, что он голоден. Голод, голод в организме. Покорми меня. И вы знаете, я тогда уже заметила, что я у них вызываю какое-то чувство, знаете, не знаю, ну не то, что недовольство. Чувство какого-то, я вот не знаю, как это назвать, что, знаете, они так с аппетитом всё раз приговорили, а я сижу там типа выламываюсь перед ними такая вилочкой, так бац-бац, и всё оставила, ничего не съела, понимаете? Ну вот, и потом, да, я заметила, что своим присутствием мы потом гуляли, активно гуляли по паркам, трясли жиры свои. И каждый раз они, когда меня видели в своей, в моей спортивной одежде, они такие, о боже, ветер подует, тебя вообще унесёт и сдует. Ты что, худеешь и худеешь? Ты что, тебе нельзя худеть? Нельзя худеть больше. Ты выглядишь просто ужасно, чересчур худая, одни кости. Но это было сказано с таким, знаете, двойным смыслом. Я видела, видела, видела. Они меня каждый раз осматривали, потому что каждый раз они становятся всё полнее, полнее и тучнее, а как я им вижусь, что я всё худею и худею и худею. И вы знаете, вот из-за этого наши отношения просто спокойно прекратились. Прекратились, вы знаете, я её видела, наверное, последний раз прошлой осенью, прошлой осенью. И то, вы знаете, я её пригласила. Я чувствую, что у нас какие-то отношения такие, знаете, стали напряжённые. И я её пригласила. Говорю, пойдём куда-нибудь, сходим вечерком. И да, у меня даже видео, по-моему, оттуда есть. Последнее видео с Кимкой, между прочим. И где мы в ресторане, это был мексиканский ресторан, там была живая музыка, ча-ча-ча, всякие макарены весёлые такие были, испанские такие музыканты, вот, мексиканские, испанские, мексиканские. И вы знаете, мы сходили так нормально, вроде бы вдвоём, мы так нормально пообщались, покушали нормально, вроде мне показалось. В общем, и всё. И после этого, вы знаете, я её не то, что не видела, я её вижу. Вот я проезжаю на машине мимо её дома, я помашу рукой, она мне помашет тоже. И также она в ответ. Но мы не созваниваемся, мы не видимся, никуда не ходим вместе. Вот. Поэтому вот такой вот мой отчёт. Что хотите, то и думайте, не знаю, напишите мне в ваших комментариях под этим видео, что вы думаете. Не знаю, как мне дальше действовать. Я просто решила, знаете, абсолютно, что будет, то будет, насильно мил не будешь. Я не виновата, что я вызываю у кого-то какие-то не те эмоции, которые они хотят. Вы знаете, я уже в том возрасте, когда мне уже надоело думать, кто за что на меня обижен. У кого там, что там, какие-то заморочки, и при чём здесь я. Вы знаете, кто не хочет со мной общаться, пожалуйста, не общайтесь и уходите из моей жизни. Я скучать по вам абсолютно не буду. Если вы человек, который заслуживает быть в моей жизни, я вам это скажу, я вам позвоню, и я вас приглашу обратно. А если я не пишу, не звоню, значит, делайте соответствующие выводы. На этом, мои любимые и дорогие, я вас всех обнимаю, целую, будьте веселы и позитивны, и помните, что наше состояние, наше настроение полностью зависит от нас. Как одежду мы выбираем утром, так и наше настроение мы выбираем на целый день. Поэтому будьте всегда счастливы по возможности и чаще улыбайтесь. Это была с вами ваша Кэт, я не прощаюсь, я говорю до скорых встреч, и мы увидимся совсем-совсем скоро. Пока, bye-bye. Я проснулась после зимней спячки, вот пришла в мой любимый салон красоты Ники и сделала себе ноготочки. Смотрите, ноготочки вот такие вот, блин-блинк, особо что-то как-то не фокусируется. А вот, видите, просто вот такие вот, слушайте, это жель, шелак, 30 долларов. Вот такие вот у нас цены, просто ноготочки такие покрасить, не наращивала ничего, хочу быть а-ля натурель, 30 долларов у нас это стоит. Так что, такие вот расценки, что нашла в местной аптеке. Такого-нибудь я не видела, а-ля натурель, стопроцентная травка, повышает либидо, кому надо. Ну, я так понимаю, это предназначено для мужчин, раз мужские тут нарисованы бицепсы-трицепсы. Но ничего не сказано, тем не менее, может быть и женщинам тоже. Кто страдает отсутствием либидо, пожалуйста, покупайте, принимайте, и все в норме. And now my second breakfast vitamins. Теперь мой второй завтрак. Принимаю витамины регулярно, между прочим. Ча-ча-ча!